МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дамы и господа! В эфире программа к нам приехал на телеканале Ля Минор. Я ее ведущий Виталий Волин. Сегодня у нас в гостях музыкальный продюсер, композитор, поэт, актер и исполнитель Денис Майданов. Если однажды горячее солнце Станет холодным, как утренний лед, Если зима жарким летом вернется И на песок белый снег упадет Если беда, что ничем не измерить Рухнет на землю косою звеня Я буду знать все равно, что ты веришь Я буду знать, что ты любишь меня Я буду знать все равно, что ты веришь Я буду знать, что ты любишь меня Если друзья мои станут врагами И в суете продадут запитать Я буду грызть эту землю зубами Я буду верить, что это не так Если я буду оборван, как дервиш И стану жить все на свете глиня Я буду знать все равно, что ты веришь Я буду знать, что ты любишь меня Я буду знать все равно, что ты веришь Я буду знать, что ты любишь меня Если погаснут далекие звезды Высохнет весь мировой океан Если спасать этот мир будет поздно Он через час превратится в туман Даже уже в раскаленной пустыне В той, что когда-то мы звали земля Знаю, что сердце твое не остынет Я буду знать, что ты любишь меня Знаю, что сердце твое не остынет Я буду знать, что ты любишь меня И глядя ангелом с неба на землю Выберу нам с тобой место в тепле Голосу сердца и разума внемля Я упаду, но поближе к тебе И через день, возродившись сиренью Я обниму тебя кроной шумя Ты будешь знать, что я твой добрый гений Я буду знать, что ты любишь меня Ты будешь знать, что я твой добрый гений Я буду знать, что ты любишь меня Дорогие друзья, вот с такого уверенного, качевого, рокерского, можно сказать, размерного блюза Начал свое выступление Денис Майданов, привет, Денис Здравствуйте, господа музыканты Но в первую очередь, я считаю, что нужно коллектив представить Потому что без них-то просто никуда Я сделаю это с удовольствием Ну и начнем с правой руки Алексей Серебренников, клавиши Добрый вечер И бэк-вокал Да, и бэк-вокал, да Бас-гитара А Валерий Желуницын Прошу любить и жаловать Гитарист Павел Герасимов Молодец Барабаны Дмитрия Сликова Самый скромный тихий инструмент, чтобы самому не оглохнуть в наушниках Понятно Ты знаешь, Денис, я эту песню где уже только не слушал Я даже слышал, по-моему, на нее пародии Вот как ты относишься? Ты считаешь, что вот этот пик популярности, когда песню начинает уже переделывать кто как хочет Или все-таки какая-то обида душу гложет? Нет, вообще совершенно нормально отношусь к пародиям Пародия действительно это показатель, что песню знает И люди, которые хотят пародировать, они все время задумаются, что бы спародировать Отдавай вот эту песню, потому что она как бы на слуху Мне очень не куляжет пародия, поэтому к этому очень хорошо отношусь Спокойно, ну что, лишняя популярность, лишний пиар, все нормально Ясно У нас звонок, алло Добрый вечер, Виталий Здравствуйте, Светлана Добрый вечер, Денис Добрый Денис, хорошо поете Спасибо Мне очень нравится Вот на радио ваши записи, с удовольствием слушаю Скажите, пожалуйста, давно вы ли поете, пишете музыку? Хороший вопрос, главное новый, новый Главное новый, да, и обо всем Так, ну первое, значит, разделим его на две части Давно ли я пою? Пою давно, в 13 лет взял в руки гитару и запел, собственно В этот же момент была написана где-то первая песня Вот, и второй вопрос какой В общем, да Ну да, да, в принципе, вопрос-то был Вот оно во всем, да, можно рассказывать всю жизнь Ну, я думаю, что мы в процессе передачи, наверное, с вами тогда всего коснемся Такой глобальный вопрос, да, мне кажется, мы разделим его на всю передачу Не, ну, в принципе, то, что касается творчества каждого человека, который к нам приходит Это и есть, в принципе, глобальная задача для нашей программы Ты знаешь, меня очень заинтересовали слова с твоего сайта Сейчас одну секундочку В жизни Дениса Майданова есть главное, как он считает, сторона его творчества Это песни, написанные не для эстрадных исполнителей, а для себя Так я вот хотел просто для себя определить В чем разница написания песен для кого-то и для себя? Ну, разница действительно есть Она бывает большая, бывает небольшая Но все-таки песни, написанные для эстрадных исполнителей, это песни для исполнителей О песне, которые вошли в мой первый альбом, который вот совершенно недавно вышел Эта песня написана за 10 лет Так случилось, что в 2001 году я приехал в Москву И продолжил, в общем-то, делать то, что и делал у себя под Саратом То есть я из города Балакова, Саратской области Я и там писал песни, ну, исполнитель местного уровня Потом приехал в Москву в 2001 году И продолжил писать песни исполнителям Ну, как-то вот с 2001 по 2008 год я это делал А песни для себя складывал в копилку, которую в 2008 году распаковал То есть там действительно песни, которые не хотелось никому ни отдавать, ни продавать Это песни дорогие, милые и прожитые Это песни, которые я точно понимаю, что никто не исполнит так, как я Я не говорю не о вокальных данных, а вот именно об энергетике И о каком-то внутреннем драйве автора Который закладывает в те или иные строчки Вот именно песни, в те или иные строчки песни Какие-то события свои прожитые, какие-то прожитые ощущения Которые потом вместе с исполнением оказываются правдой Им начинают люди верить И ты чувствуешь эту взаимность и в зале, на концерте живом Либо я слышу огласку после ротации на радиостанциях Всевозможных Я читаю отзывы людей на своем сайте Я вижу, что песни попали Это важно для тебя вообще? Это очень важно, да То есть я иногда даже... Ну я переживал за альбом Потому что он не совсем такой гладкий и причесанный Как первая песня «Вечная любовь» Все-таки там все положительно, здорово И любовь навсегда А есть какие-то песни немножко посложнее По внутренней психологии какие-то Я переживал Но, как оказалось, зря переживал Люди, уже купившие альбом, отслушавшие Пишут на сайт и говорят «Денис, нас не разочаровала ни одна песня» И нет такого, чтобы мы перещелкивали Потому что иногда бывает Даже в моей практике В практике любого человека, кто слушает музыку Купил альбом Первая, вторая, третья – хорошо А дальше начинаешь щелкать И вот то, что этого не происходит Это меня искренне радует Поэтому вот это именно песня для себя И песня от себя В этом искренность, в этом правда Хотя я не говорю о том, что другим исполнителям Я что-то делаю не искренне Просто, ну, как-то так Для них это... Я разный просто И мне, мое творчество позволяет быть разным Я могу быть шансонным Могу быть эстрадным Могу быть роковым Могу быть разным Но если льется, зачем это сдерживать? И если ты сам это не в состоянии спеть Я с удовольствием это предлагаю Своим уже каким-то друзьям-исполнителям Либо новым исполнителям С которым сталкивается Бывает, сами там продюсеры приходят Тоже ищут песни для исполнителей Знаешь, если я не перебью Я когда изначально ставил вопрос Тут получалось такое легкое противоречие Значит, тем, кому я пишу Песни чуть похуже А вот самый смак, самые сливки Я оставлю себе, пусть завидую Но по логике так, в принципе, и получается Не так, стиль Все это, весь вопрос стиля И мы песни своего стиля Я оставляю для себя А для исполнителей Я еще раз говорю Они немножко все-таки носят эстрадную окраску Вот в этом разница А плохая, хорошая Это абсолютно, я думаю, что По поводу эстрадной окраски Мы поговорим после исполнения следующей песни А следующая песня Замечательное название Оранжевое солнце Все, о чем ты думаешь Все, о чем ты думаешь Я знаю тоже Я об этом думаю Что все расстояния Мысли и желания Когда-нибудь кончатся И уйдет сознание Страх плохо прячен За смехом и гримасами Мы в жизни остаемся Красивыми и разными И ничего не бойся Там шире все границы Ты просто станешь птицей А знаешь, там не страшно Я думаю, не страшно Но как быть может страшно В стране наших слов Там есть, конечно, солнце Оранжевое солнце Гуляет по проспектам Больших городов А мы сидим на крыше Кто выше, а кто ниже Друг друга обнимая Махнатым крылом Струснулась мне, быть может Но думай о хорошем Это все потом Все, все меняется Просто растворяется И в закоулках Вечности теряется И кто-то в этой скачке В этом вечном стремени Станет, увы, простым Осколком времени Но если повезет нам Станем мы Ньютонами Кто-то Паганини Кто Наполеонами Так что не прячь Желаний и амбиции Ты просто станешь птицей Ты знаешь, там не страшно Я думаю, не страшно Но как быть может страшно В стране наших слов Там есть, конечно, солнце Оранжевое солнце Гуляет по проспектам Больших городов А мы сидим на крыше Кто выше, а кто ниже Друг друга обнимая Мохматым крылом Звезднулась мне, быть может Но думай о хорошем Это всё потом Мохматым крылом Мохматым крылом Мохматым крылом Всё, о чём ты думаешь Всё, о чём ты думаешь Я знаю, что ты думаешь Я знаю, тоже я об этом думаю Ты знаешь, там не страшно Я думаю, не страшно Но как быть может страшно В стране наших слов Мохматым крылом Там есть, конечно, солнце Там есть, конечно, солнце Оранжевое солнце Гуляет по проспектам Больших городов А мы сидим на крыше Кто выше, а кто ниже Друг друга обнимая Мохматым крылом Звезднулась мне, быть может Но думай о хорошем Это всё потом Так вот, по поводу эстрадной окраски Ты знаешь, у меня вот зачастую создаётся впечатление Что нашу российскую эстраду В своём, как бы, большинстве За редким, хорошим исключением Сидит группа злых людей И заставляет тупеть всю страну Причём планомерно И я смотрю, достаточно успешно Ну, взять практически Ну, каждый второй текст Я не говорю про музыку Потому что, в принципе, взять Многие хиты последние Той же Мадонны Музыки практически нет Замечательная аранжировка Всё сделано просто идеально Вот, берёшь Просто вот стоит расписать на ноты В принципе, на двух-трёх нотках Вся песня, в принципе, это и строится Ты её под гитару спой Сразу будет видно, что и как, и где С музыкой у нас намного интереснее Тут говорить нечего Другой вопрос Меня волнуют тексты Действительно, вот эти вот все тексты Которые и исполнителей заставляют тупить И весь остальной народ Вот как с этой проблемой биться И стоит ли вообще с ней биться? Ну, это сложный вопрос В общем-то, я давно В московском шоу-бизнесе Я считаю, 8 лет это много И сам себя отточил, в общем-то Для того, чтобы не писать плохих текстов Текст это все-таки большое искусство Меня иногда даже расстраивает Точка зрения Но это общепринятая точка зрения Но мне жаль, что она именно такая Что автором песни считается композитор Несмотря на то, что Ну, сам я во многом композитор Но мне кажется, что плохим текстом Очень легко ли испортить песню И я видел примеры Когда шикарнейшей мелодии После того, как все-таки Пишется неудачный текст Песня пропадает Поэтому, конечно Это искусство Мы вспоминаем всех наших поэтов Да, Вознесенских, Евтушенко Там и так далее Там действительно Люди писали Сейчас тех, кто пишет Хорошие тексты для эстрады Не так много Но все же есть И здесь я просто захотел бы сказать Что это Как ни странно Это все-таки вопрос бюджета Начальный автор Вернее, это вопрос даже продюсерского бюджета Человек, который старается продешевить Старается где-то что-то пытаться найти А, вот тут сделаем хорошую аранжировочку Здесь песенку запустим на радио, на телевидении И все вроде прокатит И падает на шоков На аранжировочке прячется Очень многие огрехи В принципе, хороший, грамотный аранжировщик Может, в принципе, окупить Музыкальный недостаток какой-то Я думаю, что, знаете Это очень хорошая точка зрения Одна же среди музыкантов У нас проскочила Я ее до себя отложил Что в создании песни Если каждый где-то полбала уступит сам себе Вот может на пять А сделан на четыре с половиной Или на четыре И вот так во всех аспектах создания песни Чуть-чуть хуже текст Чуть-чуть хуже музыка Мог бы вот такой музыкальный оборот взять А взял вот такой Ну, чуть-чуть вот сам себе Так сказать, уступил себе лучшему Денис, дружище Тут же еще ты прекрасно понимаешь Что есть еще Радийные телевизионные форматы Мимо которых ты не пройдешь Ты можешь прийти на радио И тебе скажут Тут бочка не так прописана Она должна звучать не так вот А вот так вот Идите переделайте К сожалению Вернее, к счастью И вот от этого формата Понимаешь, уже Если композитор хочет добиться Какого-то коммерческого успеха Он уже идет не от себя на сто процентов Не на свою пятерку А именно от того Где должна звучать Ну, как бы гипотетически Эта песня Ну, я не знаю Я еще расскажу Что, к счастью, я от этого избавлен И мы от этого избавлены Что песни, которые я пишу Они восприняты, слава богу И нет там бочки Я почему тебя понимаю Я сейчас задаю этот вопрос Потому что, в принципе То, что вот вторая песня происходит сейчас Для многих радио Я считаю Это, в принципе Не совсем форматное Поэтому ты, как бы Ну, вот создал свое Саундовое музыкальное лицо И, как бы Я думаю, что мы попали просто во время Это как раз то, о чем говорите вы То есть, все-таки Народ Немножко изголодался По хорошим песням По хорошему творчеству На фоне всех замучивших Не совсем вкусные попсы Не в чью сторону Не укол Но общая составляющая У меня укол во все стороны Я как ежиком скоро стану Это просто Катастрофа Я не знаю Ну, в плане музыки, может быть Сейчас появились действительно Интересные вокалисты Меня не радует одно Почему такое поклонение В принципе Западной манере Вот Какое-то обезличивание Бисексуальное Абсолютно пение Выходит непонятно То ли ты девочка То ли мальчик С какой стороны у тебя что Растет в конце концов Такая же и подача Понимаешь Нормальных мужиков Эти песни не живут Эти песни не живут Мы можем, конечно Ну, бесконечно их смотреть Видеть, как засаживаются Большие бюджеты В клипы, в раскрутку Таких исполнителей Но не живут Они там год-два Ну, целых три Вот пока деньги есть У продюсера Как бы песни живут Я вот думаю Не жалко денег-то таких Не, ну, в принципе Много это отбивается По большому счету Ну, совесть-то вот Поганенький, честно говоря Осадочек на душе Давай послушаем Следующую песню Я возвращаюсь домой Сколько трасс и дорог Сколько песен и строк Сколько лиц, сколько слов чужих То печаль, то восторг То печаль, то восторг Запад, юг и восток Но со мной запах губ твоих Где бы я не бывал Был то пан, то пропал То взлетал, то взлетал с небес То молчал, то кричал Но всегда был причал На который спешил к тебе Мой огонь Мой маяк Судьбе Я возвращаюсь домой Возвращаюсь домой Где нет тысячи слов Есть любовь И звезда в окне Я возвращаюсь домой Я возвращаюсь домой Возвращаюсь домой Километры крушат Даже если душа в окне Этожи миражи Так устроена жизнь Через стенку добро и зло Лезяным станет трон Если твой телефон Промолчит, не согрев теплом Не ответит никто Что же будет потом Может все превратиться в дым Только я не боюсь Потому что вернусь В мир, где примут меня любым В мир, где можно побыть простым Я возвращаюсь домой Возвращаюсь домой Где нет тысячи слов Есть любовь И звезда в окне Я возвращаюсь домой Возвращаюсь домой Километры крушат Даже если душа в окне Я возвращаюсь домой Я возвращаюсь домой Я возвращаюсь домой Домой Где нет тысячи слов Есть любовь И звезда в окне Я возвращаюсь домой Возвращаюсь домой Возвращаюсь домой Километры крушат Даже если душа в окне Домой Дома Дома Субтитры делал DimaTorzok Извиняюсь, композитора Года два все-таки гречку пришлось покушать Не сразу все сложилось Спасибо, что есть друзья У которых можно пожить Вот Алексей Один из них, который принял Весь покушали рис С кетчупом Плов, плов Тогда это был плов Знаешь, извини, я тебя перебью Вынужден перебить Потому что у нас звоночек Алло Виталий, добрый вечер Денис, добрый вечер Первый раз вас слышу Вот три песни прозвучало Пока ни одну не перечелкну Пока все нормально идет Спасибо за доверие Присутствует ли в вашем творчестве Лирика, это во-первых И во-вторых, у меня такой вопрос Что вам в жизни не хватает Для сегодняшнего дня? Спасибо Спасибо Лирика, конечно Я вообще считаю, что я лирик Есть композитор, которому легко пишется Веселые песни У меня есть крайности в крайность Либо в основном лирика Пускай она даже динамичная Но она все равно лирика Либо вот совсем в крайность Уж очень бывает весело Бывают веселые песни Они, конечно, не вошли в этот альбом И в моем сегодняшний выступлении Я думаю, как-нибудь будет повод встретиться И обязательно Мы исполним что-нибудь повеселей Вот И Чего в жизни не хватает Второй вопрос На сегодняшний день Чего в жизни не хватает Я скажу, что мне всего хватает Я в 33 года Начал получать удовольствие от жизни Вот мы все время живем Завтрашним днем И думаем, что когда-то Вот мы построим Свое великое счастье Может быть завтра А может быть через месяц А может быть через год-два Мы все время строим себе Какие-то замки К которым вечно Всю жизнь стремимся Вот Я, может быть, жил абсолютно так же Но сейчас настал момент Когда я действительно У меня полный Замечательный баланс У меня свежий мозг Я сложился Как мужчина Как исполнитель Я очень себя хорошо чувствую В жизни Я имею не финансы А именно душевное состояние У меня прекрасная семья У меня родилась дочь Десятимесячная Чудо ходит Так сразу и Десятимесячная Сразу и родилась Нет Ну, в общем Я что хотел сказать Ну, теперь я просто понял В каком смысле Как мужчина состоялся Ну, еще и сына И вообще будет Полное состояние Душевное В этом мире Ну, это все в планах Я все-таки хотел бы сказать И пожелать даже Всем телезрителям У меня произошла Однажды история Я собираю И, в общем-то, есть у меня дома Одна большая книжка В которую вошли высказывания Многих умных людей Начиная там С древних веков И до нашего времени Так вот, один умный человек Там написал, что Время для счастья Это сейчас И место для счастья Именно здесь И вот как только я это прочитал Я стал об этом больше думать И очень многое Начало складываться в жизни И я действительно Наслаждаюсь Сейчас каждым днем И получаю удовольствие от жизни Чего искренне В общем-то, и всем желаю Ну, а я предлагаю Нашим телезрителям Насладиться следующей песней Которая называется «Небо номер семь» 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 Задевая облака, наблюдая свысока, Нам достаточно с тобой нескольких слов про любовь. Не кричать и не спешить, я бы здесь остался жить. Где живут средь облаков тысячи снов про любовь. Мы с тобой на облаках, мы у неба на руках. Где не нужно слов совсем, это небо номер семь. Здесь нужны глаза твои, здесь все песни о любви. Только нет в них слов совсем, это небо номер семь. Не заметьте эту дверь, за которой мы теперь. Не тревожьте облаков чьих-то стихов про любовь. Знаю, не открыты всем, двери в небо номер семь. Только если в сердце вновь песня без слов. Брат, любовь, мы с тобой на облаках, мы у неба на руках. Где не нужно слов совсем, это небо номер семь. Здесь нужны глаза твои, здесь все песни о любви. Только нет в них слов совсем, это небо номер семь. Здесь нужны глаза твои, здесь все песни о любви. Только нет в них слов совсем, это небо номер семь. Небо номер семь. Денис Майданов сегодня, дорогие друзья, вколачивает каждую ноту в эту сцену. Практически зеркальную, уже практически матовую. Денис, так вот сколько, вернее, как продвигался твой путь по приезду? Сду. Он когда-то в Москву приехал. В общем, писал песни исполнителям. Подожди, одну секундочку. Можно приехать с багажом песен, ходить сюда-сюда и все равно есть кашу. И два года, и три года, и пять лет. Где ты нашел тот жемчуг волшебный, который сказал тебе, вот молодец, на тебе жемчужину, забираем твои песни, и ты... Вот кто-то вот находит жемчуг, а я отдал годы, и потом мне дали жемчуг. То есть Москва дала в жемчуг свой, да? То есть жемчуг – это возможность все-таки показать свои песни, поставить их на радиостанцию, чтобы народ их услышал. В общем, вот с этого начинается жемчуг, когда ты уже смотришь обратно, да, пошла какая-то от народа, от общественности. Вот в этот момент все начинается. А вообще, конечно, все это могло состояться на восемь лет раньше, на семь. Все песни уже давным-давно были написаны, просто ждали своего часа. Но я думаю, что вот так вот не пошло бы так, может быть, не стрельнуло именно тогда, когда мне было 25. Я был... Я вообще считаю, что я до 27 лет еще не совсем сложился даже. Я где-то летел, да, ну, то есть творчески летел, но все равно, то есть творчество было такое. Им тоже нужно собой уметь управлять в творчестве. Можно бесконечно писать. То есть я раньше писал 100 песен, из них хорошо там 2 удавались. В день, в год, там, в этот период. У меня план – 100 песен до обеда, после обеда перекурим и 200 после. Да, да, образно. Ну, в общем-то, писалось много, и многое откладывалось такое. Ну, вот действительно, на четверочку все недоделанное, и все казалось, а почему вот что-то так вот, не так вот. То есть уходили исполнителям самые лучшие песни. Если песни, где постарался, где написал... А кто первый исполнитель, который начал петь твои песни? Первый... Первых было два исполнителя. Ну, повезло тоже. Не у каждого, может быть, так бывает. В 2001 году я приехал, в 2002 году я уже получил песню «Годы» за песню «За туманом» для Саши. Ну, это очень круто. Там был мой текст, а потом уже я написал альбом популярному исполнителю от слова «Поп-музыка». Это был проект «Джей Пауэр», песня «Она его не любит, не любит, не любит». В общем, такая... То есть она там на многих радиостанциях в 2000-е-то вот как раз второй-третий год очень хорошо крутилась. Вот, целый альбом написал. И потом уже дальше, больше, вот после того, как эти две песни были... Ну, то есть не две песни, а эти два исполнителя зазвучали, потом номинировались на различные фестивали и премии. И, в общем-то, как-то вот это, может быть, помогло. Потом дальше уже... Ты знаешь, я хочу немножечко конкретизировать список певцов, с кем тебе посчастливилось трудиться, скажем так. Или, может, наоборот, не посчастливилось. Я не знаю. Так, секундочку. Витлицкая, Александр Маршал, Юлиан, Иосиф Кобзон, Стрелки, Саша Проджект, Марина Хлебникова, Белый Орел. Потом «The Couple» или как правильно? «The Couple». Да. Женя Рассказова и Алисия. Дорогие друзья, вы все это пока перевариваете, а сейчас прозвучит песня. Песня, конечно же, в исполнении Дениса Майданова под названием «Переходный возраст». «Переходный возраст» Разноцветные картинки В сердце льдинки Поединки за любовь Пол жизни, пол судьбы Поцелуя неискусанные в кровь Слишком рано умирать Но слишком поздно, слишком глупо Объяснять Что-то модно, что не модно Просто возраст переходный Не мешать, не мешать Долететь к небу и достать Звезды и обнять Солнце, не закрывая глаз Верить сердцу, а глаза Свету и дышать Ветром не потопать Сейчас свободно Возраст переходный С кем встречаться, с кем прощаться С кем общаться, только лишний разговор Если в сердце минус 20 Дальше только 22 и перебор Есть у каждого дорога Только много рядом левых Почему? Где живет на свете правда? Что же завтра не ответит никому? Долететь к небу и достать Звезды и обнять Солнце, не закрывая глаз Верить сердцу, а глаза Свету и дышать Ветром не потопать Сейчас свободно Возраст переходный На закат уходит солнце Дожигая в урнах старые хиты И до завтра так немного Может завтра новым богом станешь ты Что напрасно, где на красной Слишком поздно, слишком глупо Объяснять Но зеленый так не модно Это возраст переходный Не мешать Не мешать Долететь к небу и достать Звезды и обнять Солнце, не закрывая глаз Верить сердцу, а глаза Свету и дышать Ветром не потопать Сейчас свободно Возраст переходный Денис, слушай, а как ты сотрудничаешь с певцами? Ты пишешь для кого-то адресно или просто пишешь песню и потом начинаешь понимать, кому бы она подошла? По-разному бывает Скажу так, что адресно Это все-таки гораздо реже Наиболее честней, лучшей и хитовей Песни Получается, когда ты все-таки Ее пишешь не для кого А пишешь, потому что пишет Потому что есть такая тема Есть такая мелодия Есть такая Какая-то текстовая история Вот это все вместе Когда Ну, в общем, тут, кстати, тоже Не совсем Что-то первичное Бывает текст, бывает музыка Бывает просто мысль даже Какая-то первичная И потом складывается Какая-то хорошая песня Хотя Были примеры, когда Вот песня написана Адресно И точно попала Это, например, вот как Случай с Александром Маршином То есть здесь Даже история началась не с него А с того, что Андрей Феофанов Продюсер, короче, фирмы Которая Делает музыку для кино Позвонил мне и сказал Денис, вот есть у нас Такой сериал Автономка выходит Про подводников Нужна песня какая-то Вот о чем бы могли петь Подводники И так далее И тому подобное Может быть, потому что Я много слушал Высоцкого Да, я примерно понимаю То есть Даже не то, что понимаем Я попробовал Так же, как Владимир Семенович Он вставал на сторону То одного, то другого человека Ну, понятно Задачу для себя просто определил Лезть в шкуру человека От лица которого Все это Да, да И вот здесь песня Получилась прекрасная песня Глубина Которая потом Стала саундтреком К фильму Автономка Который прошел На одном из каналов И Потом уже Мы начали выбирать Исполнителя Кто бы мог это спеть Выбрали там Порядка двадцати Потом Сузили спектр До Значит До десяти Исполнителей Потом оставили трех И вот уже подумали Кто бы мог И, в общем-то Позвонили Александру Маршину А кто, интересно, вот Составил конкуренцию В этой тройке маршала Ну, в общем Рассматривались, конечно И любые рассматривались Потому что их история Ну, в принципе, да По тематике, да Да Ну, в общем-то Рассматривались мужчины Тем, которым поверят Я, вот, честно Сейчас уже до конца Не вспомню Не хотелось бы врать Но я помню Что точно любые рассматривали Ну, еще кого-то Ну, я, в принципе, понял То есть стилист В которой должен был выступать Вокалист, исполнитель Да У нас звонок Алло Здравствуйте Добрый день Представьтесь, пожалуйста Откуда звоните Меня зовут Антонина Всем здравствуйте У меня к Денису Майданову вопрос Очень много слышала Ваших песен Но не знала Кто именно поет их Вот А когда услышала Вашу песню Там Любишь Знаешь, что любишь меня Вечная любовь Вот, да Вот Все перерывы Нашла Кто поет Вот Очень нравится Ваше исполнение Спасибо Я не сначала смотрю Передачу Эта песня уже была? Да Эта песня уже была На концертах Мы обычно ее повторяем Для тех, кто опоздал В самом конце Сделайте для меня Если у нас получится Так Подолжить Если, дай бог, хватит Почирное время Мы для вас Нет Просто Будет прекрасное Возможное Зайдите на сайт Телеканала Ля Минор И увидите Когда будет повторение Повторение будет Неоднократное А по-моему Раза четыре Так что Вы по большому счету В принципе Ничего не потеряли Можете слушать ее На протяжении Этой недели Еще четыре раза Ну Наконец-то Вы увидели Кто исполняет Эту песню Да в принципе Народ должен знать Своих героев В лицо Вот наконец-то Да Да-да-да А мы слушаем Следующую песню 48 часов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро Бешеный мир Рейс Самолет Всем вам доброе утро Вновь убегаем Из теплых квартир Чтобы догнать Постараться минуты Чтобы догнать И примерить успех Глупо Но факт Ощутить чью-то зависть И снова ждать Когда кончится бег Чтобы забрать То, что время оставит Несколько фраз Песни о нас Песни о нас Время, где всегда Играет джаз 48 часов Чтоб остаться вдвоем Запах губа Щутить Сердцем сердца коснуться 48 часов 200 тысяч секунд Чтоб друг в друга упасть И назад не вернуться 48 часов Это то, что никто Никогда ни за что Не разделит на части 48 часов Это шанс на любовь Это время понять Что же все-таки счастье Доброе утро Доброе утро Бешеный мир Новые боги И старые звезды Доброе утро Телефир Новости Смест Катаклизмов Катаклизмов Отноцы Часто так хочется Выключить сеть И навсегда Отключить телефоны Чтоб только знало О том, что мы есть Чистое небо В оконном проеме Несколько фраз Песни о нас Песни о нас Время, где всегда Играет джаз 48 часов 48 часов Чтоб остаться вдвоем Запах губы Жестить Сердцем сердца коснул 148 часов 200 тысяч секунд Чтоб друг в друга упасть И назад не вернуться 48 часов Это то, что никто Никогда ни за что Не разделит на части 48 часов Это шанс на любовь Это время понять Что же все-таки счастье 48 часов ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая жесткая Правильная кода Можно было, конечно Если бы народ На 100 было побольше Раскочегарить ее Минут на 5 Но, к сожалению Времени у нас Не так много И я Объявляю название Следующей песни Комната на краю земли Сударься Сударься Пожелую ночь Пожелую ночь Закрыла двери На засох За ним остались Шум машин Потоки слов Привет, любовь Моя любовь Ты Всегда со мной Когда с тобой Я остаюсь Я живу А так я все Куда-то мчусь Ведь я боюсь Я так боюсь Не добежать Не долететь Не додышать Не дошептать И не допеть И не успеть Что-то сказать За комнате На краю земли В габани Наши корабли Чтобы стоять Пусть напели Ночь Уходит прочь За ней уйдут Остатки слов Вот-вот взорвусь И улечу Куда-то вновь Прости меня Моя любовь Ты Все время что-то Говоришь А я молчу Ты Даже хочешь Показать Меня врачу Ведь я лечу Ведь я лечу Я не хочу Не добежать Не долететь Не долететь Не додышать Не дошептать И не допеть И не успеть Что-то сказать Что-то сказать В комнате На краю земли В габани Наши корабли Чтобы стоять Пусть напели Пусть напели В комнате На краю земли В габани Наши корабли Чтобы стоять Напели Не добели Не добежать Не долететь Не долететь Не долететь Не додышать Не дошептать И не допеть И не успеть Что-то сказать Что-то сказать Что-то сказать По копоти На краю земли В габани Наши корабли Чтобы стоять Намели Намели Денис Майданов Сегодня у нас в гостях Друзья, я еще раз повторюсь И просто вот Чем Денис занимается Кроме того, как пишет песню Музыкальный продюсер Композитор Поэт Актер Вот на актерской стезе Мне хотелось бы конкретизировать В данный момент Вопрос Как Получилось так Что ты стал актером? Ну это все Все просто Это две страсти Которые во мне боролись И всегда шли параллельно Дополняя Кстати, они боролись Что-то мне так сказала Действительно Это истории Которые дополняют друг друга Я закончил Московский университет культуры По специальности режиссура И актерское мастерство В общем-то Это В принципе Это твоя работа Профессиональная Так получается По большому счету В общем да То есть было время Когда действительно Я ставил мюзиклы Но это еще там То есть в Саратовской области То есть закончил университет Приехал туда Поработал Был у меня свой театр Ставил мюзикл Писал для мюзикл Песни Человек 80 участников Куча танцевальных коллективов Это серьезно Это полноценная история была Театрально-режиссерская Потом когда приехал сюда В Москву В общем-то Стал продолжать Ну то есть не продолжать А здесь Появилась возможность Ходить и Пытаться сниматься Где-то что-то Попасть в какие-то фильмы Но сразу оговорюсь Это Стоит дорогого На это тоже Нужно положить жизнь Не только Отучиться А действительно Продолжать Постоянно сниматься Для того чтобы получать Главные роли Я не играл главных ролей Но я поснимался в фильмах Хороших эпизодах Такие-то Какие-то ролевые моменты Были Но все-таки Этому стоит уделять Большое время Большое значение И с утра до вечера Общаться с актерами Ходить на кастинг И общаться с продюсерами И так далее И добиваться Если ты хочешь Это добиться У меня В 2006 году Я уже начал понимать Что музыка объективно Побеждает Все-таки Это моя основная история На которую я положил жизнь И все свои усилия Поэтому Кино Было Но я его немножко Отложил Я решил Что я приду к нему попозже Слушай, Денис А вот режиссеры Какое амплуа Они закрепили за тобой? Режиссеры? Ну вот где-то снимался Я все Я понял ваш вопрос Ну вот Несмотря на то что Я улыбаюсь Веселый человек Но все-таки Типаж Он дает себя знать За мной конечно Брутального человека Жесткого За мной все-таки Убийц Таких Ну в крайнем случае Мне везло на юристов Милиционеров Кого-то я таких Смягчил ситуацию Да Смягчали режиссера Все-таки Кто-то человека Во мне мог разглядеть А в основном Видели если лысый То все Человек криминального Такого склада Ну понятно А вот Ну вот когда предлагают Там это Убийцу допустим Сыграть В душе ничего не ломает Или ты понимаешь Что это просто Зарабатывание денег Это работа Все хотят Играть героев Разумеется Да вот в том то И проблема Что в нашей стране После 90-х годов Ну сейчас хоть как Нивелируется Вот это понятие Убийца Киллер По-английски Был почему-то героем И ну я считаю Что это неправильно Ну это было Сейчас конечно Разумеется уже Не так все-таки Героями остаются Любимыми в народе Все-таки Те типажи Которые все-таки Несут положительный Какой-то заряд Героя положительный Это радует Это очень Реже Конечно Да Вообще я думаю Что талантливого злодея Сыграть это Дорогого стоит То есть у нас есть Голливудские примеры Там Де Ниры Аль Пачино Такие злодеи А Николсон так это вообще Потолок просто В этом смысле Да Поэтому Просто у нас Там вот любят злодея Еще украсить Что он вот все-таки Такой талантливый злодей Вот тут самый подвох А у нас если злодея То все Должны убивать в кадре Побольше крови Антишок Следующая песня Садовая сумма Почему никто не пишет Разве нечего сказать Даже сердце бьется тише Чтобы грусти не мешать Даже осень перестала Листопадами шуршать Мы лежим в своей квартире Нам так нравится лежать Ты молчишь Я молчу Ни о чем Ни о чем Ни о чем Тишина Это наш Антишок И пока Никого Вроде все Хорошо Денег нет Пустота Потолок Ни о чем 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 Ты молчишь, я молчу, ни о чём, ни о чём Я простыл и жую по наддум И пока никого, вроде всё хорошо Никотин, алкоголь, рок-н-ролл Никотин, алкоголь, рок-н-ролл Денег нет, пустота Денис Майданов сегодня у нас в гостях, друзья мои Ты знаешь, Денис, я знаю, что в твоей жизни спорт занимает не последнее место И глядя на тебя, ну, с трудом скажешь, что ты мастер спорта по шашкам, допустим Вот, каким видом спорта ты увлекаешься? Я с удовольствием занимаюсь футболом В детстве, ну, как-то вот параллельно творческим каким-то ходом Я играл за спортивный клуб В общем-то полноценным, там, каким-то полузащитником, нападающим Куда тренера поставят до 16 лет Потом получил серьёзную травму И, в общем-то, со спортом закончил, остался в творчестве Потом уже где-то вот, где-то лет в 25-27 опять всё зажило к этому времени Подзаросло Да, подзаросло Появилась возможность здесь уже, в Москве, играть в футбол Меня пригласили в команду, за которую я и сейчас играю Это команда гильдии актёров Кино России Называется она Сериал В эту команду на тренировки и на различные акции, на различные встречи Приходят ребята, которых многие телезрители хорошо знают Это ребята, которые играют в сериалах, снимаются в кино То есть это известные актёры Ну, примеров Ребята, ну там целый список, там тоже целевое Ну хорошо, ну самые громкие, ну вот три имени, допустим Пользуясь возможностью, давайте я немножко по-другому скажу Вот за нашу команду играл Саша Дедюшка Был замечательный парень, он такой Очень много играл ролей То есть вот мы помним там и Сарматы Там и всевозможные фильмы, геройское содержание Тут, кстати, светлый памятник погиб в автоаварии Но у нас много известных людей вот уровня не ниже Просто многих звёзд не перечислять очень долго А кто на воротах стоит? Сколько вратарей? На воротах у нас стоит Лукбек Елдашев Это известный режиссёр А сейчас он вот как раз находится на съёмках где-то Там вот он в жарких странах снимает какой-то фильм про босмачей Понятно, значит, на сегодняшний день ворота пусты Иногда ставят меня, говорят, Денис, покажи номер Но я стараюсь, если команда доверит Ну вот, в общем-то, вот это команда Я играю в футбол два раза в неделю Один раз в Лужниках, один раз в спортзале И поддерживаю спортивную форму То есть, честно вам могу сказать, что пропущенная тренировка Это килограмм второй лишний А непропущенная тренировка Это минус килограмм второй лишний Ну и просто плюс удовольствие, конечно, от спорта Ну и от общения тоже, наверное, немаловажно От общения, да, все ребята Отличные, интересные Многие, кстати, попадают друг через друга В какие-то кинофильмы Да, слушай, у нас там фильм снимается Типа вот нужные актёры Пойдём, пойдём показывают своим друзьям Я понял, очень полезно играть в вашей команде Полезно, да Давай послушаем следующую песню «Время наркотиков» Вот и снова синий вечер Заглянул в моё окно Я надеялся навстречу Но сижу и пью вино И глядит, ну на умный лад Ты навстречу не пришла Ты, наверное, забыла А быть может, не пошла Крыша как зонтик, звёзды как Свечи время на наркотик и вино Лечит жизнь, ничёт Ничет молоко, дротик, но ещё Лечит время наркотик Время наркотик Время наркотик Время наркотик Время наркотик Ну и бот с собой красивый, может быть и не резон Я бы пил с друзьями пиво, но молчит мой телефон Даже выкурил бы пачку, только нету сигарет Сейчас бы просто прыгнуть в тачку и уехать на рассвет Удивлённо голубь сизый улыбается в окне И твердит мой телевизор то, что счастья в жизни нет И никто меня не спросит, почему на сердце тень В общем, осень, как осень, день, как тень И крыша, как зонтик, звёзды, как свечи Время наркотик и вино лечат Жизнь лечёт, нечет молоко, дротик, но ещё лечит Время наркотик, время наркотик Время наркотик Время наркотик Время наркотик Время наркотик Ночью выйду я на крышу и за тучку ухвачусь Чтоб не видеть и не слышать, я отсюда улечу Может быть, все это нервы, но я этого хочу Мне пора уже, наверное, обратиться к врачу Ведь крыша как зонтик, звезды как свечи Время на наркотик и вино Лечит в жизни чёрт, нечет в молоко Тротик, но еще лечит время на наркотик 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 Крыша как зонтик, звезды как свечи Время на наркотик и вино Лечит в жизни чёрт, нечет в молоко Тротик, но еще лечит время на наркотик Время на наркотик Время на наркотик Ну и в завершении нашей программы в эпилоге, дорогие друзья, песня предупреждения Осторожно, любовь Субтитры создавал DimaTorzok В грузках горячий свинец Птицами в душу летит Моё сердце на шрамах дрожит и кричит Осторожно, любовь Осторожно, любовь Осторожно, любовь Мир взрывается, плачет любя Но иначе нельзя Осторожно, любовь Осторожно, любовь Океаны из берегов Водопады стихов и цветов Лишь за несколько слов Из любимых губ Кто в этом небе живет Тот не боится упасть Тот пленным в нежную власть И полмира за страсть Любящий неизлечим След не прощает причин Ангелы нам не прощают В любви половин И болен мир, если в нем есть одна и один Осторожно, любовь Осторожно, любовь Мир взрывается, плачет в любви Но иначе нельзя Осторожно, любовь Осторожно, любовь Океаны из берегов Водопады стихов и цветов Лишь за несколько слов Из любимых губ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Денис, насколько я понял То, что прозвучало сегодня Это, в принципе, весь твой первый альбом Ну, за исключением двух песен Немножко не хватило эфирного времени Ну, примерно, да Ясно Я понимаю, что альбом вышел не так давно Кстати, как не так давно? 1 июня вышел первый альбом А, так свежачок практически Да, уже красиво Первый альбом Ну, уже здорово Я понимаю, что ты еще, наверное, не остыл от той работы, которая была проведена Вот, и в ожидании тех результатов, как будет продаваться, как будет распространяться альбом И все же Есть ли задумки по второму, по новому? Вот, если честно Три месяца действительно после Нового года все направлено на выпуск этого альбома Но я сейчас, наоборот, я скидываю из себя вот этот большой-большой груз Я не жду результатов продаж Я, конечно, буду рад, если они будут хорошими Но я очень хочу воплотить все, что накопилось за это время Куча текстов, куча мелодий, куча неоформленных мыслей Все это бьется и просится наружу И вот в ближайшее время как раз сейчас приступаю к записи второго К дописыванию, к дописанию и к записи второго альбома В какой стилистике будет второй альбом? Это будет повторение первой Потому что все-таки песен за 8 лет накопилось не 12, а 25 Вот, поэтому я 12 выбрал лучший и включил в первый альбом А во второй альбом сейчас вот дописываю Тоже где-то из 20 буду выбирать 12 лучших Несно, ну что у меня остается добавить? Денис Майданов сегодня был у нас, дорогие друзья Желаю тебе успехов, не удачи, а успехов Потому что это хорошо Ну и вам тоже успехов, чувачки Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова